Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня будем говорить о работе землеустроительной службы. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Александр Васильевич Моторас, начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома. Родился в 1973 году в Житковическом районе. Высшее юридическое образование получил в 1995 году в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Позднее окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности международные отношения. Трудовую деятельность начинал помощником прокурора в Реческой межрайпрокуратуре. На протяжении трех лет работал с судьей в Речице. В 2004 году занял должность начальника отдела хозяйственного суда Гомельской области. А в 2007 заместителя начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2009 года. На вопросы, которые касаются деятельности землеустроительной службы, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Строгое правило, которое в последние годы хорошо усвоили все, кто живет и работает на земле. У каждого ее квадратного метра должен быть хозяин. Александр Васильевич, что делает землеустроительная служба для того, чтобы рачительных хозяев на земле было больше в нашей области? Я скажу, что в этом вопросе кроется принцип работы местных органов власти по всей вертикали, и в том числе и землеустроительных служб. Наша задача не только формально найти хозяина для конкретного земельного участка, но и найти такого хозяина, который бы с любовью заботился о том клочке земли, который ему предоставлен, который бы благоустраивал этот земельный участок и делал все для того, чтобы наша Беларусь становилась изо дня в день краше. Что касается условий, в которых нам приходится работать, то я хотел бы сказать для телезрителей о том, что мы не работаем в условиях дефицита земельных ресурсов. Земли у нас достаточно для всех целей. И вот если сравнивать статистику по площади Гомесской области, например, с такой страной, общеизвестной в Европе, как Голландия, они сопоставимы по площади. Но если у нас на жителя приходится порядка трех гектаров земли, то в Голландии 25 соток всего лишь. При этом это государство нам известно своими успехами в сельском хозяйстве. Потому что уже сам по себе этот показатель наличия земельных ресурсов говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. Потому что мы ставим перед собой две задачи. Первая – это найти хозяина как такового. А второе – приучить его работать, хозяйствовать на земле таким образом, чтобы он извлекал его максимальный эффект. Это во-первых. А во-вторых, чтобы эта земля всегда имела благоустроенный вид. Я думаю, что есть примеры, как и положительные в этой работе, высокой эффективности, так и не совсем. На ваш взгляд, каких больше? Бесспорно, примеры есть и те, и другие. И в каждом регионе, в каждом районе, в каждом сельском совете есть примеры, как положительные, так и отрицательные. Ну а говоря о том, где больше и какие больше, ну я бы поставил где-то знак равенства. Потому что все зависит от того, для каких целей используется земля. Если говорить о сельском хозяйстве, а оно занимает наряду с лесным хозяйством основную долю земель Гомельской области, то здесь очевидно, что чем больше порядка на этих территориях, тем больше порядка в целом на территории Гомельской области. Но нас больше всего беспокоят на сегодняшний день земли, находящиеся в границах населенных пунктов. Потому что все мы являемся очевидцами тех тенденций, которые происходят на селе. Когда еще вчера живой дом превращается в пустующий, соответственно, тот земельный участок, который при нем находится в аналогичном состоянии. И, соответственно, вот наша проблема найти хозяев для этих земель, для того, чтобы они продолжали жить и приносить эффект. Какая земля подходит под определение неэффективно используемая? Ну, само по себе словосочетание уже говорит за себя. Неэффективно используемая та земля, которая не приносит никакой пользы. Нам в законодательстве закреплено, что эта польза должна быть, может быть, экономическая, экологическая, социальная. Ну, мы все люди, живущие на этой земле, понимаем, что такое земельный ресурс и как его можно использовать для каких целей. А просто живописной она не может быть? Совершенно точно. Она может быть и живописной. Совершенно точно, с художественной точки зрения. И, может быть, даже с точки зрения среды обитания конкретного человека. И свой земельный участок тоже можно сделать живописным. И для этого, тем более в современных условиях, есть масса возможностей. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как же возвращать в оборот эти неэффективно используемые земли. Мы перед собой ставим цели две основные. Первая, ключевая, это чтобы эта земля, которая стала неиспользуемой, была возвращена в сельскохозяйство, наоборот. Чтобы она приносила именно в этой части определенный эффект. Потому что понимаем, что если мы будем использовать по этому назначению, то все эти земли, которые когда-то, скажу прямо, завоевали наши деды, а мы, опять-таки, с историей знаем, каким образом давались эти земли нашим предкам, они вырубали леса, корчевали, и при отсутствии той техники, которая на сегодняшний день есть. И скажем прямо, что это недопустимо сегодня, чтобы эта земля превращалась в то, какой она была сотни лет назад. Потому что уже тогда наши деды тратили силы, средства для того, чтобы она приносила эффект с точки зрения земли кормилицы. В этом году в оборот вовлечено более 7 тысяч гектаров земель. Из них в сельскохозяйственной более 5,5 тысяч. Александр Васильевич, вот как Вы оцениваете результативность этой работы? Понятно, что у кого-то больше, у кого-то меньше. Может быть, в каком-то районе нет неэффективно используемой земли. А может быть, где-то земля не совсем привлекательна для сельского хозяйства из-за состава почвы. С удовлетворением отмечу, что с каждым годом количество земель, которые вовлекаются в хозяйственные обороты, в первую очередь сельскохозяйственных, становится меньше. Это не потому, что стали работать хуже, а потому, что реально объективно этих земель становится меньше. И те, кто близок к сельской местности, очевидно видят о том, что те земли, которые еще вчера не пахались, сегодня уже там колосятся культуры и приносят свой эффект. Но если говорить о том, что как сравнивать регионы, то проблем хватает в каждом. Но опять-таки есть регионы, которые уже выделяются и которые, можно сказать, что они находятся на завершающем этапе этой работы. И среди них я бы назвал и Мозырский район, и Кармянский район. Это вот те районы, которые, на наш взгляд, они уже системно поддерживают порядок, который мы требуем в целом на территории области. Вести учет таких земель, находить пути их вовлечения, реализовывать их. Это работа чья? Сельских советов? В том числе и сельских советов. Сотрудники сельсоветов работают в тесной взаимосвязи с работниками районных исполнительных комитетов, областных исполнительных комитетов. И это совместная работа специалистов землеустроительных служб с теми специалистами, которые должны во взаимосвязи выявлять такие земли и определять пути дальнейшего их использования. Конечно же, совместно с работниками сельского хозяйства и лесного хозяйства. А факты безхозяйственности тоже можно приводить в каждом районе такого отношения к земле? К сожалению, факты безхозяйственности можно приводить в каждом районе, в том числе и те, которые я назвал в числе лучших. Пресловутый человеческий фактор всегда играет определенную роль. Когда где-то контроль со стороны государства не дошел до конкретного хозяйственника, бывает так, что она оказывается в неприглядном виде. А что именно вы рассматриваете как ненадлежащее отношение к земельным ресурсам? Может быть, хозяину этой земли кажется, что это все же нормально, все же в порядке? Ну, ключевой определитель эффективно использования земель – это то, что она должна использоваться по целевому назначению. Если она передана для ведения сельского хозяйства, то, очевидно, там должна быть либо пашня с соответствующими культурами, либо лук с травостоем, который должен использоваться в животноводстве, либо сад с соответствующими деревьями. Только так и никак иначе. Если же этого не происходит, налицо показатель неэффективного использования земли. Но сельское хозяйство – это не одно из направлений, не одно из направлений основных. У нас масса других направлений, в том числе индивидуальное жилищественное строительство, использование под обслуживание индивидуальных жилых домов и бизнес по разным направлениям и так далее. Какие факты вызывают у вас возмущение? Бывает такое? Эти факты становятся достоянием наших сотрудников ежедневно. И возмущение вызывают то, что земельный участок получили, порадовались тому, что появился документ на этот участок, а уже завтра забыли, что он есть вообще в природе, этот участок. И участок зарастает сорной растительностью, кустами. И в итоге принимает вид никому не нужного объекта. Об этом мы еще позже поговорим, Александр Васильевич. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слышим вас. Нет, к сожалению, пока не услышим, сорвался звонок. Пожалуйста, наберите нас еще раз, мы этого ждем. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, какая ответственность предусмотрена для землепользователей за ненадлежащее обращение с земельными ресурсами? Законодательство предусмотрено довольно-таки строгую ответственность. Для граждан это может быть до 30 базовых величин. Для юридических лиц это до 300 базовых величин. Путем несложных арифметических действий мы определяем какие-то суммы. Но более того, наряду со штрафными санкциями есть возможность быть привлеченным к ответственности в виде изъятия земельного участка. Потому что когда человек или юридическое лицо получает участок для каких-то целей, тратит деньги как минимум на оформление документов, а потом лишается этого земельного участка, это уже неприятный момент. Конечно. А что нужно делать для того, чтобы наши населенные пункты стали более благоустроенными? Этот вопрос корреспонденты диалога задавали жителям региона. Давайте узнаем, как люди отвечали. Ухомель – один из самых красивых городов Беларуси, я считаю. Ну и чтобы красивые, уютные были, уменьшить количество транспорта. Пройти невозможно, можно задохнуться от газа. Это самое главное. Платить налоги, не отказываться от налогов, не избегать налогов. Чтобы население само было в этом заинтересовано. Так что, ну, чтобы они как-то помогали, чтобы от каких-то организаций, там, например, на работы общественные, например, людей привлекали. Чтобы сохранились, точнее не сохранились, а восстановились прежние названия. То есть вот эти все советские названия, честно говоря. Может быть, это не очень влияет на внешний вид, но как-то историю города, мне кажется, это бы подняло на новый уровень. Прежде всего, это зависит от каждого, чтобы каждый соблюдал меры чистоты, ну, не только уповать на коммунальные службы. Я считаю так. Самая насущная проблема – это, конечно, детские площадки, детские садики. И, в принципе, какие-то, даже элементарно какие-то детские кафе, может быть. Потому что, ну, понимаете, дети – наше будущее, наше все. Я считаю, что нужно обратить внимание именно на это. Много чего, наверное, надо средства выделять, что людям платить, чтобы люди благоустраивали. Ну, это ривиально, я больше не могу чего сказать, как это добросовестность и граждан, чтобы они не мусорили, а чтобы следили. И финансовые составляющие, чтобы были деньги, чтобы можно было построить добротное, благоустроенное. Будь город красивый. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и принимаем в нашей студии телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче. Не слушайте себя по телевизору. Задавайте ваш вопрос. Александр... Здравствуйте, Александр Васильевич. Я хочу вам задать один небольшой вопрос такой. У меня дачный участок, я плачу уже годов 15-ти налоги и, короче говоря, никакие нужны документы, чтобы собрать, чтобы оформить этот дачный участок. Нужно ли что-то уточнить, Александр Васильевич? Здесь, конечно, бесспорно ряд моментов, которые необходимо уточнять. Я не думаю, что мы в прямом эфире будем обсуждать эти детали. Единственное, скажу о том, что начинать нужно с председателя садоводческого товарищества, после чего подать соответствующее заявление в районный исполнительный комитет. Все председатели знают, какие документы необходимо предоставить. Более того, на сайтах местных исполнительных комитетов, а также в землеустрельственных службах можно уточнить о перечне тех документов, которые необходимо собрать. А в этом случае, если там есть проблема, связанная, очевидно, с изначальными исходными документами, которые были 15 лет назад, то надо сказать, что уже сам по себе факт 15-летнего владения земельным участком и уплата налогов дает возможность беспрепятственно оформить его во владение. Спасибо, Александр Васильевич. Ну а как бы вы ответили на тот вопрос, который задавали корреспонденты телезрителям? Что нам еще нужно сделать, чтобы наши города и села были более благоустроенными? Ваше мнение, как специалисты и как жители областного центра? Ну, к моему удовлетворению, наши телезрители ответили на этот вопрос всесторонне и отразили то, для чего и как нужно сделать для того, чтобы населенные пункты стали благоустроенными. Я же хочу сказать о том, что для того, чтобы мы более активно это делали, чтобы этот результат наступил и был постоянен, конечно же, надо неравнодушное отношение к выполнению своих обязанностей. Будь то на улице, на проезжей части, будь то на своем уже земельном участке, на своей конкретной территории, нужно быть хозяином этой земли, любить ее и заботиться о том, чтобы она была красивой. Спасибо, Александр Васильевич. У нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Ирина, я в данный момент стою на очереди на получение земельного участка в городе Гомеля. Подскажите, пожалуйста, в настоящее время сейчас где можно получить участок? Спасибо. Что для этого нужно? Спасибо. Касательно города Гомеля, земельные участки предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории так называемых районов застройки Романовичи в исполнении трех очередей. В соответствии с очередностью, а там по городу Гомелю порядка 700 человек на сегодняшний день, участков там достаточно, в порядке очередности приглашаются граждане и им предоставляется возможность выбрать свободный земельный участок. В других районах города Гомеля земельные участки предоставляются по результатам аукциона. Спасибо, Александр Васильевич. Предлагаю вернуться к теме благоустройства. Итоги этой работы еще, конечно, предстоит подвести, хотя уже сейчас можно говорить, что сделано многое. Накануне программы наши корреспонденты оценили ситуацию в нескольких районах. Давайте посмотрим сюжет. Еще в начале года эта земля в Наравлянском районе принадлежала местному сельсовету. После сноса нежилых домов и проведения рекультивации ее передали в аренду совхозу-комбинату «Заря». Вообще, такие сравнительно небольшие участки практически в пределах населенных пунктов. Для сельхозпредприятий с современной крупногабаритной техникой не самые удобные места для работы. Однако, если наведение порядка на земле забота общая, то в стороне оставаться никак нельзя. Впрочем, непосредственно в «Заре» этот процесс понимают несколько шире обычного благоустройства. Этот животноводческий комплекс хозяйство получило в наследство от коммунального предприятия «Владимировские головчицы». Построенное относительно недавно, ожидаемого эффекта эта ферма не приносила. В первую очередь, почти на 90% заменили стадо, обеспечили комплекс качественными кормами. Как итог, почти трехкратное увеличение надоев. Кроме того, часть работников, которые не отвечали предъявляемым требованием, уволили. Оставшимся повысили зарплату и создали условия, повышающие настроение. В конце концов, когда на рабочем месте чистота и порядок, это обязательно повлияет на качество работы. Впрочем, сами животноводы в стороне от этого процесса также не остались. Инициатива своих работников поддерживать чистоту и не только в сараях, но и на близлежащей территории. Какие-то такие декоративные малые формы тоже в свободное от основной работы время люди выполняют. Какие-то заборы, какие-то насаждения. Ну, это приятно ложиться на глаз, поэтому люди в нерабочее время очень охотно занимаются этой работой. И помимо того, что все хорошо в животноводстве, то есть и надои неплохие, и животные здоровые, ухоженные, ну, еще и территория ко всему, плюс находится в хорошем состоянии, приятно для глаз. Ну, и люди получают эстетическое удовольствие от этого всего. Деревня Убла из Калинковического района – еще один яркий пример того, как можно наводить порядок на земле. Сегодня даже представить невозможно, что совсем недавно здесь находилось такое количество пустующих домов, что в темное время суток сельчане даже на улицу боялись выйти. В таких брошенных строениях можно встретиться с кем угодно – от волков из ближайшего леса до перебравшихся на летнее время бомжей из города. Освободившиеся земли сразу же ввели все вооборот. Подсчитано, что при выращивании сельхозкультур затраты на снос ветхих домов окупаются за 2-3 года. Общей сложности мы ввели в поля севорота где-то 120 гектаров земли, и из них это 74 гектара после сноса ветхих домов. В настоящее время работа продолжается. В Горочечском сельсовете того же Калинковического района к вопросу наведения порядка на земле подошли творчески и специальным решением утвердили положение об усадьбах образцового порядка. На сегодняшний день этот статус имеет 17 домовладений. По большому счету ухоженных домов на территории сельсовета намного больше, однако для того, чтобы стать действительно образцовым, нужно очень постараться. Василий Харлан говорит, что поздняя осень – не лучшее время для оценки сделанного. А вот летом на участке действительно было очень красиво. Впрочем, примеры противоположные пока также не редкость. В деревне Бобровичи даже далеко ходить не пришлось. Буквально за забором образцовой усадьбы несколько строений, готовых самостоятельно развалиться в любой момент. Их хозяин в деревне не живет, однако и согласия на снос не дает. Пожалуй, самая эффективная мера в таком случае – привлечение к административной ответственности. Выражение «моя земля, что хочу, то и делаю» в данном случае идет вразрез с действующим законодательством. Земля государственная, поэтому и относиться к ней необходимо соответственно. По законодательству земля выделяется для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводничества и огородничества, для строительства и обслуживания жилого дома. Если на эти цели выделен земельный участок, значит, он должен для этих целей и использоваться. Если там произрастают сторонники, значит, по законодательству человек несет ответственность. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома Александр Матарас. Александр Васильевич, кажется, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Это вас из Житковского района беспокоит, деревня Дедовка. Это именно Таняне Юрий Владимирович, проживающий в Советской, 81. Вот у меня оформлен земельный участок под строительство 15,6. Как мне вот правильно, как у деревни можно, ну, до 25 соток, ну, не более 25 соток. А как вот мне расширить земельный свой участок при усадебной? Вопрос понятен. Спасибо за звонок. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо определиться, для каких целей вы его хотите. Но я предполагаю, раз живете в деревне, значит, вы хотите заниматься личным подсобным хозяйством. Если вы местный житель, там зарегистрирован, то никаких проблем нету, подаете заявление, при наличии свободных земель вы можете получить земельный участок до 3 гектаров для ведения личного подсобного хозяйства, не оформляя никаких личных юридических лиц, фермерских хозяйств. И сможете заниматься именно этим видом деятельности. Для того, чтобы получить этот земельный участок, необходимо осмотреться вокруг в этом населенном пункте, определиться с незанятыми землями, которые бы вы хотели получить, и подать соответствующее заявление в сельский исполнительный комитет. Его рассмотрят и решат вашу проблему. Спасибо. Александр Васильевич, я бы хотела обсудить увиденное в сюжете. Наверное, по-человечески я могу понять того, кто не дает разрешения на снос дома. Но как в таком случае действовать, если и дом разваливается, и с землей этой что-то делать нужно, и хозяин вот так проявляет упорство? То как решаете ситуацию? Относительно понимания человеческого вот этой ситуации, я хочу сказать, что если в наследство достался такой дом, если там жили родители, деды, в общем, предки, и если этот дом дорог, то, конечно же, о нем нужно беспокоиться и заботиться о нем, и не доводить до того состояния, как мы видели из сюжета. Бесспорно, если есть какие-то сложности, связанные с затратами по обслуживанию этого дома, нужно четко для себя определиться. Либо он дорог, и тогда мы занимаемся этим домом, и той землей, которая вокруг этого дома, и поддерживаем ее в том состоянии, в котором он был при жизни тех людей, которые когда-то были вам дороги. Либо честно себе ответить, что таких средств и возможностей нету, и принять меры к тому, чтобы продать и найти нового собственника для этого дома, который смог бы его содержать в достойном состоянии. Либо, как нынешнее законодательство, позволяет решать эти вопросы в рамках законодательства, которое предполагает снос за счет бюджетных денег. Но, в целом, работа на сегодняшний день на территории области заключается в том, чтобы пустующих домов становилось все меньше и меньше. Ежегодно мы сносим тысячами таких домов. В результате этой работы мы вовлекаем в хозяйственный оборот опять-таки тысячи гектаров земельных участков, которые в итоге используются в сельском хозяйстве. На другой теме предлагаю перейти к другому направлению вашей работы. Кто не мечтает купить или построить собственный дом? Я думаю, что во все времена эта тема будет актуальна и будет работа у землеостроительной службы. Но совсем не исключено, что приобретая участок, человек может его и лишиться. Об этом поговорим буквально через несколько минут. У нас есть звонок на линии. Давайте не будем заставлять ждать нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло. Алло. Да, мы вас слышим. Пожалуйста, не прерывайте, задавайте ваш вопрос. Николай Антонович сейчас беспокоит. Петрский район, Чижский сельсовет, деревня Бабречье. Слышите меня? Деревня Бабречье. Отцовский дом остался. Ну, брат его заглядает, оформляет полностью ухоженно. Но суть не в этом. Вот буквально вчера мне позвонили. Вокруг домов, что остались жить там нынешно, что строки доживают все, садят лес. Буквально в двух метрах от дома. Поля пустуют, бурьяном заросшие, а их заживо в лес загоняют, обсаживают. Правильно поступают? Нет. Ну, как я говорил уже в ходе передачи, у нас два направления основных. Это сельское хозяйство и лесное хозяйство. И, к сожалению, не ошибаясь, я говорю, к сожалению, бывает так, что неиспользуемые земли мы должны отдавать в лесное хозяйство. Именно те земли, которые находятся в населенных пунктах или рядом с ними, это безысходная ситуация с точки зрения использования их в сельском хозяйстве. По своим качественным характеристикам эти земли непригодны для этих целей. Это, во-первых. Во-вторых, зачастую так бывает, что они находятся вдали, не примыкают к сельскохозяйственным полям. Потому, конечно, экономически нецелесообразно их использовать в сельском хозяйстве. Потому, поскольку такая ситуация складывается в ряде населенных пунктов, но, как правило, это согласие местных жителей, эти земли отдаются местным лесхозам и они засаживаются лесными культурами. И, например, ряда населенных пунктов и жителей, которые на определенном этапе возражали против такого решения вопроса, они потом с восторгом, с удовлетворением и с благодарностью говорят о том, что как замечательно, что вы это сделали. У нас теперь порядок. Там березовую рощу посадили, еще какие-то лиственные породы. А многих жителей ряда населенных пунктов, напротив, удовлетворяют то, что там сосновые деревья высаживаются. Потому, что здесь все индивидуально с точки зрения конкретного населенного пункта и конкретных жителей. Но такая тенденция, такой подход применяется на территории области, и он правильный, и он дальше будет применяться. Александр Васильевич, у нас уже есть следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я звоню из речицы. Выключи. Звук. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Звук убери. Я звоню из речицы. Это самое. От имени мужа. У нас... То есть мы купили 10 лет назад гараж. И под гаражом земля в аренде. Срок на аренду у нас было 10 лет. Сейчас, 27 сентября, срок окончился. И мы забыли на его. Так как у меня муж, гараж на мужа, он перенес инфаркт головного мозга. Дважды перенес. Он инвалид является. Поэтому и я пенсионерка. 10 лет спустя мы забыли, что надо переоформить. И теперь по-новому. Нам прислали большую... Сказали, что надо платить. И вот прислали нам с Гомеля. Плата где-то 164 тысячи. И 90... Это получается где-то 2 600 на все деньги платить. А у нас пенсии маленькие. Ну, по 300 тысяч. А получается 260 нам нужно заплатить. Войдите в наше положение. Почему не могли нам сообщить, заранее напомнить, что срок кончается? Ну, поняли вас. Спасибо за звонок, Александр Васильевич. Прокомментируйте, пожалуйста. Вопрос понятен. Абсолютно. К сожалению, здесь я ничем порадовать не могу. По той причине, что когда предоставлялся земельный участок, в решении была возложена обязанность землепользователя, в частности, вашего мужа, уведомить заблаговременно местный исполнительный комитет по своем намерении продолжать пользоваться земельным участком, либо же не продолжать. Физически местные исполнительные комитеты не имеют возможности предупредить каждого землепользователя о том, что истекает срок и вовремя обратитесь. Хотя на сегодняшний день мы принимаем эти меры, уже используя современные технологии. Проблема решена, но эта проблема решена уже для будущих случаев, когда будут истекать сроки. Что касается же этой конкретной ситуации, то проблема, очевидно, будет решена, раз только стоит вопрос финансирования этих расходов. Расценка утверждается Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. То есть работа выполняется государственными предприятиями по этим государственным расценкам, потому снизить либо увеличить эти расходы, к сожалению, возможности нет. То есть так или иначе придется возмещать? Да, придется платить деньги за оформление соответствующих документов, потому что их оформлять придется по-новому. Александр Васильевич, я начала уже свой следующий вопрос о том, что, конечно же, все, наверное, мы, очень многие из нас хотели бы иметь свой дом, хотели бы получить земельный участок бесплатно, но очень легко его и лишиться. Расскажите, пожалуйста, что вы советуете людям, которые принимают для себя такое ответственное решение – брать землю и строиться? Первое, я советую подумать о том, не дан ли это моде или тому окружению, с которым человек общается и имеет земельные участки. Нужно взвесить все свои возможности и свое отношение к земле, потому что однажды, приняв это серьезное решение и получив земельный участок, наряду с правами возникает и ряд обязанностей, которые необходимо обязательно выполнять. Потому что, получив документ, дающий право на земельный участок, сразу нужно понимать, что если этот земельный участок предоставлен для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, то есть определенные сроки в законодательстве, которые необходимо выполнить для того, чтобы не наступили негативные последствия. Это и своевременное занятие этого земельного участка, то есть выполнение уже конкретных работ на этом земельном участке, там фундамент и так далее, все строительные работы. Это и окончание строительства, законодательство тоже ограничивает этот срок тремя годами с момента получения свидетельства о госрегистрации, необходимо построить фундамент, стену и крышу. Ну и само собой разумеющееся, участок постоянно должен находиться в благоустроенном состоянии. К сожалению, культура строительной деятельности, культура наших граждан хромает в этой части, и мы становимся очевидцами того, что получили земельный участок, и на период, пока строится этот дом, там просто не то, что пройти на этом участке, посмотреть в ту сторону страшно. Есть такая проблема. Хотя, опять-таки скажу, что с годами наблюдает тенденция, когда уже есть и культура, даже строительная деятельность, и когда все складировано по порядку, участок выкашен, и при этом и работа не страдает. Дом строится, и приятно посмотреть на этот участок, потому что там где-то и цветы уже посажены, для того, чтобы те, кто строил, уже привязывались к этой земле, а не ощущали этот участок как какое-то бремя, которое нужно ежедневно нести за собой, и не получать никакого удовольствия и удовлетворения, кроме как проблем. Так вот, советую я, прежде чем получить эти документы, я говорю о том, взвесьте все за и против, оценить и отдайте себе отчет о том, насколько вы готовы работать на земле, насколько вы готовы жить на земле, насколько вы готовы каждый день посвящать себя физическому труду для того, чтобы этот участок находился в благоустроенном состоянии. Если же вы ошибетесь, то в итоге вы потеряете деньги, которые потратите на оформление документов, ну и, конечно, лишитесь этого земельного участка, который вам предоставлено. Сколько таких участков изымается? В этой части мы стремимся работать системно, для того, чтобы отслеживать всех тех, кто отрицательно относится к своим обязанностям. И не потому, что наша задача повлиять на этих нерадивых землепользователей, как мы выражаемся, а для того, чтобы в первую очередь создать такие условия в нашем государстве, в первую очередь в нашей области, для того, чтобы все понимали, что должен быть порядок на той территории, которая тебе отведена. Чтобы, глядя друг на друга, в первую очередь, мы понимали ответственность перед собой и перед окружающими. А что касается изъятий, то в этом году мы уже изъяли порядка 150 участков, которые предоставлены для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов. Сюда же нужно добавить и земельный участок, который мы предоставляем фермерским хозяйствам, которые опять не оценили свои возможности, получили участок, потом его не использовали, он зарос сорняками, и мы вынуждены, выявив такой случай, его изъять. Правда ли, что в среднем треть участков изымается у хозяев? Ну, если по статистике, то есть годы, когда и треть участков изымается. То есть предоставлено, условно, 900 участков, а 300 участков были изъяты. Вообще, какова сегодня ситуация на этом рынке? Есть ли спад спроса или же количество желающих по-прежнему велико? Количество желающих у нас стабильно находится на одном уровне, несмотря на то, что мы принимаем меры к тому, чтобы удовлетворить этот спрос и насыщаем, так сказать, рынок количеством этих земель. 2700 человек у нас на сегодняшний день стоит в очереди на получение участков, но участков в три раза больше, чем желающих их получить. Но это, если говорить в среднем по области. Есть регионы, где проблема существует, и есть очередь. Это какие регионы? Ну, в первую очередь, это город Гомель, где не успел, а мы удовлетворять этот спрос. И при этом по нескольку кругов проходит участок один и тот же. А мы, к сожалению, уже вынуждены завершить нашу беседу, Александр Васильевич. Спасибо вам за сегодняшний диалог. Спасибо вам. У нас в гостях был начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома Александр Матарас. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин